Всем привет, ребята, с вами Разо, и сегодня мы будем говорить о втором слитом кадре, который появился в 3 часа ночи. На самом деле это весьма необычный спойлер, так как тут скрыто очень много деталей и пасхалок. И в этом видео мы, конечно же, всё это разберём, ну а вы поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравится это видео. Ну что ж, приступим. С первого взгляда кажется, что данный спойлер ничего особого и себя не представляет, но при разборе мною были замечены некоторые секреты, о которых я обязательно поделюсь в этом видео. Для начала предлагаю вспомнить первый спойлер, опубликованный Дафукбумом в своей официальной социальной сети. В нём нам показали Джемена в шокированном состоянии, при этом его щит был включён, и в отражении мы заметили, что в него как будто бы кто-то стреляет. В своём прошлом видео я уже предположил два возможных варианта событий, кому интересно, можете посмотреть. Теперь вернёмся ко второму спойлеру, он уже не связан с возможным боём трёх Титанов с Джеменом. На данном спойлере нам показали нового скибеди туалета, но с уже редкой белой окраской унитаза. У него имеется четыре руки, с двумя верхними ручками всё ясно, это пилы. Ну а с нижними руками появились вопросы, они имеют цилиндрическую форму, снизу также имеются щипы. Возможно, это новый вид ближнего оружия скибедистов. Также он имеет такие ручки, что и у скибеди учёного. И передвигается он также на четырёх лапах. Данный туалет мне напоминает скибеди паука из далёкой 63 серии, который также передвигался на четырёх лапах. И имел такие же руки, как у скибеди учёного. Скорее всего, скибеди из этого спойлера сможет также быстро перемещаться, как и его собрат, о котором мы только что говорили. Помимо этого, я заметил, что у нового скибеди по бокам присутствуют какие-то пропеллеры. Суть которых я не мог понять. Что мы тут ещё замечаем? В него стреляют агенты. Вы можете подумать, что это парализующие пушки из 54 серии. Напомню, что они стреляли синим лазером, а на данном кадре лучи именно красного цвета. Я бы ещё предположил, что это камера учёный в своём экзоскелете. Но навряд ли он успел бы за такое короткое время создать себе новый костюм. Потому что, как мы помним, в первой части 72 серии его экзоскелет был уничтожен Джименом. Или это может быть лазер плазмогана большого камерамена из первой части 70 эпизода. Всё же точного ответа никто не знает. Но мы можем обратить внимание, что поблизости зоны действия лазера имеются искры красного цвета. Что говорит о том, что данные лучи лазеров имеют большую температуру и могут быть лазерным огнемётом. Помимо этого, я обратил внимание на то, что позади нашего нового скебедиста имеется странная дверь. И скорее всего, это ещё один пункт, который Альянс планирует захватить. А данный скебедитуалет просто встал на его защиту. Мало кто обращал на это внимание, но всегда дофук при скидывании первых спойлеров показывает проигравшую сторону. Например, в самом первом официальном спойлере 56 эпизода нам показали Тиви Мэна. Он являлся стороной Альянса. И по итогу в данной серии, за счёт улучшенного спикермена Титана, выиграли Скибеди Туалеты. Агенты, к сожалению, проиграли. Также было и в 57 серии, в которой самым первым спойлером был заражённый спикермен Титан. И он был на тот момент на стороне скебедистов. И по итогу скебедисты просто проиграли. Даже к спойлерам. В первой части 72 эпизода нам показали полицейского Скибеди Мутанта. И как вы думаете, что с ним случилось? Да, всё верно. И по итогу он оказался на стороне проигравших. Вот и данная серия не станет исключением. И я думаю, что этот Скибеди Туалет либо будет серьёзно ранен, либо же полностью уничтожится. Но данный спойлер всё равно выделяется из всех остальных тем, что это первый спойлер, в котором был показан секретный агент Дафук. До этого спойлера нам никогда не показывали в сливах этого секретного агента. Разве что только в спойлере третьей части 70 эпизода. Но тогда Дафук, конечно же, сделал пазл, в котором он написал о том, что кому-то из них наступит конец. И скорее всего, у Дафука в данном спойлере будет не просто камел, а будет какая-то важная роль. Например, при штурме той самой базы, которая находится сзади нашего Скибеди Туалета, Дафук может указать нам, куда нужно идти, как это было в четвёртой части 67 серии. Но это лишь моя догадка, которая никак не закреплена. Помимо этого, на стене, возле правого края спойлера, можно заметить повторяющееся число. 74. Что, скорее всего, отсылка на 74 эпизод. Увидев это, я сначала подумал, что нам Дафук скинул спойлер 74 эпизода, а не 73. С одной стороны, это даже логично. Ведь данные действия никак не связаны с возможным боем между Тремя Титанами и Джеменом. Но, скорее всего, Дафук этим спойлерам хотел показать, что данную серию продолжит 74 эпизод. И они будут взаимосвязаны, как все серии, начиная от 67-го, заканчивая 70-го. И самое интересное, в левом верхнем углу спойлера мы можем увидеть надпись. Вы не можете себе представить, что грядёт. А что означает этот текст, давайте порассуждаем в комментариях. Ну а на этом все детали на этих слитых кадрах закончились. Ну а если вы что-то нашли или хотите поделиться своей теорией, то можете отправить на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Ну что ж, а с вами был Разу. Ну а под конец вы можете посмотреть другие мои видео. Ну что ж, уже увидимся на разборе 73-й серии. Всем удачи и всем пока.